День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну а между тем, утро на Болткоме продолжается. Олег Пек и Александр Шунин. И к нам присоединяется историк, писатель, журналист Вадим Эрлихман. Доброе утро. Здравствуйте, Вадим. Доброе утро. Как раз мы хотели поговорить о новой книге, которая вышла, ну так уж получилось, что я понимаю, что когда она писалась, там просто есть и биография Елизаветы II, она еще была жива и, собственно говоря, была правящим монархом, но тем не менее вот мы сейчас находимся на таком интересном очень периоде, когда многие звучат голоса о том, что насколько действительно монархия, английская монархия, будет сохраниться в том же самом виде. И насколько вот какие перемены, может быть, ее ожидают с приходом к власти уже следующего короля, Карла III. Может быть, несколько слов сначала вот о книге, чем она, чем был вызван интерес именно в монархии этой страны и чем, какие персонажи вот попали на страницы этой книги? Ну, я много лет интересуюсь, но занимаюсь, сказано слишком громко, поскольку я слишком многим занимаюсь, интересуюсь историей Англии и пишу про это и перевожу английские хроники, какие-то исторические источники. Вот. И эта книга вот один из результатов этого моего интереса. Она на самом деле написана давно и издана уже вот не сейчас, а в предыдущем издании лет пять назад, в другом издательстве, в другой серии. А это просто вот, поскольку я работаю в серии «Жизнь замечательных людей», я, что называется, воспользовался служебным положением и переиздал ее вот в таком красивом виде. А можно ее, да, на камеру, чтобы мы видели? «Монархии Британии», да. Вот тут иллюстрации всяческие, да, дополнительные материалы и прочее. Я надеюсь, что мы увидим эту книгу на прилавках и наших магазинов тоже «Монархии Британии». Вот. А в чем особенность, действительно, английской монархии? Почему ей удалось пережить времена революции и, тем не менее, вот сохраниться до нынешнего времени? Хотя мы знаем, что, в принципе, ну, не во многих странах осталась вот такая форма правления. Ну, особенность английской монархии, как и всей Англии, Великобритании, это то, что ее правители с веками научились как-то находить общий язык с подданными. И, в общем-то, выстраивать институты гражданского общества, которые стали, в общем-то, такой прокладкой, медиатором между интересами общества, всех его слоев и интересами власти, чего в других странах, как мы знаем, не появилось за все эти века. Ну, во многих появилось, в Европе особенно, но во многих мы видим, что их до сих пор нет. И английская монархия, конечно, очень ловко воспользовалась именно английской культурой. То, что мы знаем, все это мифология, все эти суеверия, легенды, которые популярны во всем мире, она их как-то поставила себе на службу. Ну, конечно, не сама, а устами и руками многих-многих поколений писателей, ученых, музыкантов, художников. В общем, всех, кем славится Англия. Они были в основном монархистами и сознательно или нет, воспевали вот эту свою монархию, свою историю. И вот этот национальный миф, который, может быть, сильно отличается от действительности, стал популярным во всем мире и распространился в 20 веке уже повсюду, благодаря в том числе и непокорной дочке Англии, Соединенным Штатам, которые в свое время отреклись от своей прародительницы Великобритании, но остались верными ей в культурном плане. И несут, несут вот эту легенду о британской монархии по всему миру. От короля Артура до недавно почившей Елизаветы. Какие персонажи представлены в этой книге? Потому что я знаю, что там, по-моему, 12 биографий. А кто именно и почему именно вот этот выбор из всего длинного списка монархов? Ну, тут вот за те 20 лет назад, что я ее написал, появилось много книг об английских королях, а тогда их было совсем мало. Поэтому тогда я решил написать прежде всего о королях, которые малоизвестны или совсем неизвестны у нас, вообще русскоязычному читателю, хотя это весьма колоритные и важные для истории фигуры. Поэтому я потом уже добавил таких знаменитых правителей, как Генрих Восьмой, Королева Виктория, Елизавета Первая. А сначала это были такие малоизвестные у нас короли, как, допустим, Генрих Второй, Пантагенет, или Эдуард Первый. У нас в той же серии «Елизавета» недавно вышла о нем книга, а тогда вот его совсем не знали. Или, допустим, Яков Первый. Очень колоритный персонаж, до сих пор у нас неизвестный, но внесший большой вклад в английскую историю, хотя, скорее, как разрушитель. Глава о нем так и называется, у меня разрушитель, потому что он способствовал подтверждению республики в Англии, хотя и очень недолговечному, но потрясшему страну, потому что он был именно негибок, глуп при всей своей образованности и всячески противился изменениям в обществе, чего не делали другие английские короли, благодаря которым эта монархия сохранилась до сих пор. Если проводить, я не знаю, параллели между российским самодержавием и английскими монархами, вот все-таки в чем различие, почему вроде бы и там, и там все-таки ведь тоже какой-то культ монарха, как какое-то единоначалие присутствует и в России, и в Великобритании? Ну, мы знаем, что уже в 20 веке английские короли Вензорской династии и последние Романовы были близкими родственниками. Николай II был двоюродным братом, допустим, Георга V, и они были внуками королевы Виктории. Но разница была уже тогда, очень разительной и всем заметной. Ну, во-первых, английские монархи в то время уже царствовали, но не правили. Еще с 17 века, со времен Славной революции, 1688 года, они лишились властных полномочий. А в России монарх до последнего цеплялся за власть и желал ее ни с кем делить. И мы знаем печальные результаты этого. Но, с другой стороны, английское общество даже в 17 веке уже созрело для того, чтобы забрать в власть из рук монарха. Российское общество, к сожалению, не созрело до этого, даже в 20 веке. Как мы тоже видим, к сожалению. А почему вот Георг V отказал Николаю II в гостеприимстве, когда была реальная возможность спасти царскую семью, и просто приютить их в Великобритании? Тем не менее, вот Георг V, казалось бы, своему двоюродному брату отказал, и это привело к трагическим последствиям для всей семьи. Ну, тут, скажем так, никто у него не запрашивал возможности приехать в Англию, чтобы он просто не выдал визу. Допустим, не было такого. Другое дело, что он мог надавить на временное правительство, которое было союзницей Англии, все-таки союзникам, и добиться, чтобы Николая II с семьей отпустили в Европу, в Англию. Но он этого не сделал. Во-первых, потому что республиканская Россия в то время выглядела для Англии лучшим кандидатом в союзнике, чем монархическое, потому что он знал, что если Романовы останутся на свободе, то вокруг них неизбежно сплотиться. Монархическая часть общества будет гражданская война, и Россия не сможет воевать. Англии требовалось с нее прежде всего помощи в войне с Германией. Именно поэтому он, скажем так, прохладно отнесся ко всем попыткам освобождения Николая II и перевозке его за границу. Но это моя версия, могут быть и другие, поскольку документов на этот счет очень мало. Все-таки Англия всегда была корыстной страной. На своем острове они привыкли отделять себя от всего мира и вести себя очень эгоистично. И даже мы видим такой близкий родственник, как Николай II, был за короля. Ну, король английский, еще раз подчеркну, это был просто выразитель политической воли правящего класса, а не какой-то самовластный монарх. Он просто не мог, даже если он очень жалел кузена Ники и хотел его освободить, то он не мог упрести правительству, упрести вот именно правящей верхушке это сделать. А правящая верхушка хотела воевать и добиться победы. И жизнь одного монарха, пусть даже родственника короля Англии, для нее ничего не значило. Это был иностранец. А если вот еще чуть-чуть немножко назад вернуться, королева Виктория, наверное, это вот вершина могущества Британской империи. Вот насколько, почему случилось постепенное, ну вот распад империи, постепенно вот этот процесс, он происходил стихийно, контролируемо, была ли это попытка как бы сохранить монархию, вот отпуская немножко вожжи, и можно ли считать, что вот Британия лишилась своего могущества, или она добровольно просто отпустила вот эти регионы? Нет, конечно, добровольно никто бы их не отпустил, хотя выгоды, которые Англия получала от колоний, ну, преувеличивались прежде всего в Советском Союзе к пылу антиколониальной борьбы. На самом деле империя несла не намного меньше расходов, чем получала доходов, но тем не менее от колоний, конечно, она не хотела отказываться, это был процесс отчасти контролируемый, когда просто умные правящие деятели, наподобие того же Черчилля, поняли, что Англия не может просто контролировать свое огромное владение, поскольку она резко ослабела в результате двух мировых войн, ну и просто уже физически не могла это все контролировать, во-вторых, ну, у нее вырос уже, как мы знаем, мощный союзник Соединенных Штатов, который просто, ну, так тихо поддавливал постаревшую, как бы, британскую империю, чтобы она поступила с своими владениями, в том числе в пользу Соединенных Штатов, которые не хотели ими править физически, но хотели контролировать их экономически, а это можно было сделать, только когда они получат независимость. Так, собственно, и случилось. Мы знаем, что большинство «освободившихся» в кавычках британских колоний вошли в чаро влияние США. Ну, хотя и Англия, но не надо сбрасывать со счетов, она до сих пор влиятельна. Вот и в Африке, и в Азии, и в других своих бывших колониях. Эта власть такая неявная, хотя в том числе и явная, поскольку большинство из них входит в британское соотружество до сих пор, и главой их является британский монарх. Но в основном это тайное влияние, поскольку Англия до сих пор сохранила мощную финансовую систему, как мы знаем, мощную разведку, мощную армию. И все это позволяет ей, до сих пор уже лишившись империи, контролировать значительную часть, но не мира, если то, процессов, происходящих в мире. В школе мы вернулись в 21 век и к новому королю Карлу Третьему. Оцените, пожалуйста, насколько декоративной будет его фигура, насколько силен его авторитет, если он вообще. Как видоизменится британская монархия с его восшествием на престол? Тут я не мог бы предсказать британской монархии ничего хорошего, именно потому, что она настолько была терпима к процессам, происходящим в обществе. А в британском обществе сейчас, как и во многих других странах, назревает раскол. И раскол социальный, и раскол национальный. Мы знаем о том, что Шотландия добивается независимости. И те же процессы более вяло протекают в других частях Соединенного Королевства. Так что довольно скоро, но может быть не сейчас, не завтра, но лет через 10-15 оно может оказаться разделенным. И тогда это будет уже не британская монархия, а английская снова. Потому что именно сдерживал этот процесс авторитет спокойной Елизаветы, которую действительно любили в обществе в частях Англии. Ну, не все, конечно, но большая часть именно народ. Не только верхушка общества, но и народ. А ее преемник таким авторитетом не пользуется. И благодаря всем скандалам, которые преследовали его в жизни. Причем часто без его вины. И просто благодаря тому, что у него харизма совсем не та. хотя он тоже уже не молодой человек, прямо скажем. Но за всю жизнь так и не наработал себя. Хотя, надо сказать, не знаю, каким он будет королем, но как человек, как деятель, трудно к нему придраться. Он и боролся за мир, и в том числе защищал интересы своей страны, и за экологию, и как ученый себя проявлял. Но вот нет у него такого, однако, авторитета, как у Елизаветы, которая ничем таким не занималась, но, однако, была называется мама и бабушка для огромного количества жителей Содружества. А, к слову сказать, вот именно, что и мама, и бабушка, и вообще королева того мира, в котором мы жили, даже ни Великобритании, ни Содружества, но я помню где-то конец 70-х, 80-е годы, ну, даже вот начиная с тех же самых Sex Pistols, вот эти все протестные движения, и прямо были манифестации, с лозунгами, мол, хватит нам содержать этих нахлебников. В какой момент и почему произошел перелом в том же самом внутри британского общества, в какой момент они прониклись такой вот нежной любовью именно к Елизавете? Ну, это был подростковый бунт, собственно говоря, не именно, что им занимались подростки, это были иногда вполне зрелые дяди, но скажем так, когда в обществе была нестабильность, в британском в том числе, когда положение ухудшалось, то нарастала и критика монархии, когда положение становилось более-менее благополучным, они почивали на лаврах, напоминали, что они граждане великой страны, а об этом напоминали уже почти только монархия, с ее ритуалами, с ее вот этими пышными праздниками, и они, может сказать, цеплялись за свои фантомные боли. Нам в России этот процесс хорошо знаком, и вот этот призрак былого величия, это, собственно, главное, почему они любили и продолжают любить монархию, кто бы во главе ее не стоял, и это единственное, собственно, что дает надежду королю Карлу Третьему, ну, не то, что сохранить власть и ничто не угрожает, но остаться королем, в общем, сколько-то соединенного королевства, а не просто Англия. Может быть, вот эти фантомные воспоминания о прошлом удержат расползающуюся страну воедино. А может ли страна отказаться вообще от монархии? Могут ли произойти в каком-то обозримом будущем такие перемены? Ну, опять же, если разразиться мощный кризис, такие в Англии уже были раньше, и еще более мощные, которым сейчас всех пугают, ну, вполне ничего невероятного нет. в противном случае англичане будут еще долго гордиться своей монархией и цепляться за меду последнего. И никаких референдумов на этот счет не проводили, но по опросам, установление республики желает, причем за разные годы, никак не больше 20% гританцев. Это показательно. Для наших слушателей я напомню, что вот мы с Вадимом ходили, посещали кружок Натальи Ивановны Басовской в историко-архивном институте, и такой, конечно, вопрос классический, с судами истории всегда возникал, роль личности в истории. Если говорить о монархах, были монархи, которые сыграли какую-то очень большую роль, и действительно можно сказать, что им удалось переломить, переменить ход истории? Ну, каждый правитель, конечно, играет большую роль в истории своей страны, иногда не только своей, но роль эта может быть положительной и отрицательной. И в числе моих 12 главных героев, короли, которые играли и такую, и такую роль, ну, которые сыграли положительную роль, вошли действительно в историю всего мира, а не только своей страны. Их имена всем известны. Это Генрих VIII, это Елизавета I, его дочь, это Виктория, ну, Елизавета II, наверное, тоже, потому что при всех вводных, что она фактически ничем не управляла, во всем зависела от парламента, от правительства, она сыграла свою роль на все сто, потому что так прославится по всем мире, и так влиять на политику, пусть даже негласно, могла только, ну, действительно, незаурядная очень женщина и правительница, поэтому, в общем, ее роль будет еще сказываться, аукаться долго, может быть, несчастье для ее наследника, которого будут все время с ней сравнивать. Ну что же, спасибо огромное, еще раз напомню, что «Монархия Британии» книга Вадима Эрлихмана вышла сейчас в серии ЖЗЛ, я надеюсь, что она обязательно появится и у нас в наших книжных магазинах, мы говорим большое спасибо Вадиму Эрлихману, Вадим, хорошего дня, всего доброго. Спасибо, что были с нами, да, всего доброго, да, свидания. Будьте здоровы, всего хорошего.